Мир всем. 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 Мир. Мир всем. 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 Сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он распускает в стену, и спряжащий с зубами своей дисциплинеетесь. В то время ученикам, заим, чтобы изгнали его, а они не могли толковать. И Иисус, пришедший к тем и безученикам, которые не восходили с ним на гору, нашел их состязание пресень. Ибо в отсутствие Иисуса, фарисеев, приступив к ученикам, его покушались привлечь их на свою сторону. Вопрос. Марка 9, глава 19, по 27. Отвечая, ему Иисус сказал, О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему, так скоро безноватый увидел его, вдруг сотрякся от него, и он упал на землю, и валялся, испуская пену. И спросил Иисуса его, как давно это сделалось, и он сказал, Иисус, в детстве, и многократно дух бросал его в воду, чтобы погубить его. Но если что, может, жаль-то над нами, помоги нам. И Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, то, возможно, верующий будет». И тот час отец-то, когда воскликнулся слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Иисус, видя, что отбегается народ, запретил дух уничтожен, и сказал ему, «Дух немой и глухой, я поверяю тебе, были из него и впредь необходимого!» И скликнул, и, сильно сотрясши его, вышел. И он сделал так, как мертвый, так, что многие говорили, что усынул. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Толкование. Итак, человек, что он пришедший к Иисусу, ввинил учеников, что они не могли исцелить сына его. Но Христос обвиняет обвинение на него самого и говорит, как бы так. Ты не имеешь веры, и потому что ты сам не подлечен, что не исцелился сын Бог. Впрочем, слово Иисуса о том, что не к одному только этому человеку, а говорит, это он вообще о всех людей, сутаряя Иис за неверие. Притом он запретил духу, увидев собиравшийся ему народ. Опять потому, что не хотел исцелять премножество народа для показания своей силы и для своей славы. Но он допустил бесу разбить. Котор, когда бы все помнили бесовское искушение, и то, что бес мог бы умереть человек, если б не ограждал их рука Божия. Говоря о переносном смысле, бес повергает людей в вагоне гнева и похоти, и в бурные уголы житетских дел. Этот бес небы глух. Глух, как не хотящий слышать словес Божественного, не ем, как не могущий и других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть евангельское слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельными силами, тогда он освобождается. Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать добрые слова. Вопросы, пожалуйста. Евангелие от Марка, 9 глава, 28-29 стихи. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали, и он наедине, почему мы не могли изгнать Его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и постанции. Поколание. Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Господа, или потому ли они не могли избрать беда. Заметьте благоговение их в том, что приступают они к Иисусу наедине. Тей род. Какой? Род, бесновавшийся в каждом новомесячем, или вообще весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвою и постом. Должно спаститься и тому, кто страждет, и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет и видеть. И тому, и другому это нужно. Особенно же требуется это от самого страждача. Да и не поститься только надо, но и молиться. И не молиться только, но и поститься. Ибо та истинная молитва совершается, когда соединяется с постом, когда молящийся, не обременен пищей, молится легко и без затруднения. Вопросы? Вангелия Марка, 9 глава, 16 глава, 13 глава. Выйдя оттуда, проходили через Галилею. И он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческих и любых его. И по убиении в третий день воскреснил. Толкование. Везде слово о своем страдании соединяло с посущими творениями, дабы не думали, что он страдал по немущим. За скорбями всегда последуют радости, поэтому, дабы не стоевали с духом, на пасном скорбях мы надели получить что-либо и радостное. Вопрос. Евангелие от Марка, 9 глава, 32-37 стихи. Но они не разумели этих слов, он просить его боялись, ушел, как вернул, и когда был в доме, спросили, о чем дорогу вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем судьбой. и взяв дитя поставил нового посреди них и обняв его сказал им, кто примет одно из таких детей на имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня, а принимает, но послашивая меня. По столкнованиям. Господь, хотя не возбраняет стремлением большей чести, повелевает нам желать высших степеней, однако не дозволяет нам похищать сервенство у других напротив, чтобы мы смирением достигали возрушения. Так он поставил посреди учеников дитя. Получается, нас другим подобным. Дитя ни славы не ищет, ни завидует, не помнит зла, да и не тогда только говорит Иисус, вы получите великую награду когда сами будьте такими, как дитя, но если и других подобных примите ради меня, и за это получите так, любезно, так, как примите меня, принимая меня, примите послашивая меня. Видишь, какую силу имеют смирение и нрав простой и бесхитностным. Это влияет в нас сын, дуна и ажа, а следовательно из духа и хоа. Евангелие от Марка 9 глава 38 по 42 и Присим Иоанн сказал, пусть учитель не видели человека, который именем твоим изгоняет бедов, а не ходит за нами и запретили ему потому что они ходят за нами Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто отоплоивший чудо именем Моим не может вскоре воскровить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Толкование не по соревнованию какому либо и не по зависти сын Громов возбраняет тому человеку изгонять обеда, но желает, чтобы все призывающие имя Христова и последовали за Христом, чтобы все ученики составляли одно тело. При начале же евангельской проповеди звучалось, что некоторые побудаемые страсти и славы, любя желали совершать знамения, но видя, как могущественно имя Иисусова, они призывали его и таким образом дали знамения, хотя и чужды, и недостойны были благодати Божьей. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и через недостойность. Как будет благословить меня Тот, что именем Моим обретает Себе славу и призыванием меня совершает чудеса. по-видимому Господь противоречит Сам Себе ибо в другом месте говорит «Кто не сам тую, тот против меня». Но си слова сказаны о пьянхах, которые стараются отвлечь сущих от Бога или распевают Божье достояние. А здесь говорится о людях, которые чрезвы других, делающих чудеса, приводятся к Богу. Вопросы. Вот вопрос. У такой можно ли вот этот стих отнести к сегодняшним сектантам? Они же не ходят за нами. Но как знаем чудеса и целень у них происходят. запрещать православные и ориенители стараются запретить их. То есть плащатами выходят там. Говорят, что это сектант. У нас в области адвентисты собирали, устраивали на ничем. как с ними себя вести запрещать или не запрещать. Если запрещать, то как запрещать, то тоже так. равнодушно было по всему этому к и и отношениям. Знаете, конечно. Потому что когда мы начинаем примиряться к этому, Господь сказал, кто не против вас, тот за вас. Вот это-то. Если он против ничего не имеет, проповедует, как бы не проповедовали, Павел говорит, этому рад. Но они не ересь распространяли, а намерение какое. Каким намерением? А проповедовали правильно. А сегодня как? Ну естественно, мирным путем. А как мирным? Запретить свидетелей Иегову. Ну запретили, а что они? Они как были, так и есть. Были они, ходят, потому что внутри их подставлено, они должны проповедовать от двери к двери. Они идут, я не знаю сегодня что-то говоришь ты когда как-то залипает там слова. Может с чем-то связано? Что-то там голова прыгает у Виталия все время сбоку. Да. И поэтому так вот рассуждать, а мы ему запретим. Я как беседовал с Александром Мень, это священник, который убит был, я говорю, дали бы нашим священникам православным выступить ответить на вопросы он говорит хорошо что не дают а то такого петуха дали бы говорит с ними начнешь говорить они как юродивые он по басенке разное собирает и где попало еще слышал живое слово не насаждается люди Христа не знают самая трагедия вот это изменяющее время это фильм как раз и показывает хорошее конечно люди хорошие нравственные замечательные но Христос то где и написано он есть благ всякое доброе дело от отца светов исходит да он кому не сделает от отца светов не надо дальше говорить из этой фразы никуда не выходи всякое добро которое Бог внушил я я говорю я говорю у меня на занятиях университетах было а там сектанты всякие а вы верите что у нас наркоман был сейчас недавно обратился это от Бога я говорю он признает Иисуса Господом конечно но баптисты они верят по православному отроются от Бога а православные священники они сразу против да как вы можете говорить еретики дух сатаны я говорю давайте просто мы сами верим или не верим Библии верим написано никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым смотрите вот человек свидетельствует он называет Иисуса Господом творцом хозяином вселенной так Духом Святым или нет нет на куда этот стих отошел а вы как объясняете ну просто Дух Святой коснулся а почему еретик он дальше не пошел на первой ступеньке осанобился дальше еретическое это лжекрещение опрокидывает там воду ну и все остальное у него нет благодати освящающей нет причащения нет священства а здесь его Господь коснулся ты спроси как Варвара великомученица уверовала она просто смотрела на солнце на луну и понимала что не они сотворили мир этот из чего началась с бани отец уехал где я скоро она зашла и давай менять архитектуру зачем два окна говорит три светлее будет во имя троицы вот надо знать это все как сказать и где бы мы ни коснулись мы упремся именно в это первый шаг верит человек Христу или нет верит Христу это значит то что он сказал во Христа верить это и демоны веруют и трепещут на что он сказал для того чтобы исполнить в Бога верует а Богу не верует вот как Богу не веруют потому что если ты веришь Богу открыл Евангелие ты решительно должен сказать Господи это слово твое и он бодрствует над словом своим не как мусульмане говорят что Библию мы исказили переписывали то другое не исказили Бог бодрствует над словом своим если это в человеке не насаждено постарайся в этом направлении покажи ему отвечай по слову Божию укажи главу и стих чтобы он сам мог прочитать ему глазам чтобы работа была и ты увидишь какой у тебя будет продуктивный труд а это что мы говорим стараемся пришел к нам прогулка по храму как Данил Сысов говорил я наоборот стараюсь чтобы в храм он не ходил пока он не обратится иначе он увидит такое ну Господь говорил не говорите об этом почему когда увидит его распинаемым не соблазняться так и здесь он увидит что Христос у нас распинаемый а когда я его утвердил уже в слове Божьем на это не смотри священники какие ты за собой смотри тогда он остается здесь надо главный вопрос поставить я беру как эпиграф здесь слова Мартина Лютера в мире есть одна личность Христос и одна книга Библия все вот на этом утвердись утвердись и прославь Бога к этому я добавить ничего не могу потому что это мой путь которым я прошел я не верующий не был ни одного дня как только у груди матери кажется уверовал а вера вся заключалась в том что мама говорила если летят птицы высоко утки допустим а я считаю раз два три мама говорила нельзя считать я говорю ни раз ни два ни три иначе память твоя улетит с утками если пришиваешь там пуговку там где-то к брюкам или где ты не разговаривай язык прикуси иначе память пришьешь к брюкам вот и все многое что мы слышали а Евангелие когда взял в один день Бог все это отрубил и выбросил Библия Святая Слово Божие и вникай в него и в учение отошел Спаси Христос Слава Христос Комментарии Прощем Игнатия Лапкина Манусу Афиа Филакта чтобы пробовать распространялась и через недостой чтобы нести Слово Божие погибающему миру нужна любовь к Богу войти в Дух Пятидесятницы и получить хрещение в Духом Святой а для того чтобы молчать брать на себя подвиги которые нет ни слова и говорить девушь нам гордым и грешным православным расповедовать мы недостойны слабые неграмотные и тысячи других причин для этого ничего не надо чтобы пробовать распространялась и через недостой и эти оправдания приходят в человека от лукавого из невозрожденного сердца в котором нет любви к Богу нет любви к Божьему этот вопрос о проповеди недостой древние века и ответ на него был один уча дружного я учусь сам даже если человек просто слышит проповедь и не исполняет слышанное но только вас вдохнет об этом и скажет что вы не слушаю и не делаю это увы начало состояния как можно молчать тому кто освобожден из плена и долгого радости как может молчать человек услышав о победе что все эти прекрасны и какими дьявол словами язык и ноги благовещен я не запретили ли мы вам нахреб научить о имени всем и вот вы напомнили иерусалим учением вашим и хотите навести на нас трех того человека петр же апостола в ответ сказали должно поведаться больше богу нежели человека если в человеке есть дух не то его не надо убеждать и на афротовик на роте его невозможно удержать афротовик но вы не по плоти живете а по духу если только дух живет вас если кто дух ахрестово не петь то ты не ведет Англия 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 7 38 кто верует в меня у того как сказано в цискане и щел потекут реки воды живой как знать об этом православном если об этом сказано в Писании а не в Акафисках герогиевым богом реки проповед предпоследовать слово антиевангельские антихристовые чтобы проповедь распространялась очередной достойности люди запечатленные духом божием духом благодати несут слово проповеди всюду исполняя завет Христа пробивиться столь ясные заповеди божьи могут только те Те, кто имеет антихристово начертание на лбу... А чего же не тянет? Слишком много людей смотрят вечернюю... У нас ничего не слышно, интернет отключен как будто... А там, которые там не записывают, тоже нету... У нас ничего не слышно, ни одного слова... На счет динамики вот написано, что может нажать надо, нет? Совершенно ничего не можем сказать, вдруг все исчезло, погасло... И внешне там ничего не изменилось, а звука нету... У меня там роман записывал... Роман ведет запись... Это связь, знаете, неполадки... Что у Сергея встречал... Неполадки не у всех... А я так понял, у Пупкова что-то с интернетом... У нас все нормально, все видим... Мы, знаете, тихно еще, все хорошо... И у меня зависало, у некоторых, наверное... Бесы не дают заниматься нам, наверное... Говорят, хватит, все... Позанимались немножко и все... Трансляция накрылась, как Игнатий Китинский говорил... Говорят, что в роликах Роман записывает... У него тогда будем брать... Игнатий Тихонович, вас так слышно, говорите... Я еще скажу... Кто знает, как идут у Вити занятия... У Виктора Николаевича Савченко... Мне скиньте, как к нему войти... Он сказал, что по нашему... По Алтарскому... В 8 часов вечера, четверка, воскресенье... Побыть хотя бы раз, послушать... Как там занятия-то идут... Кто там у него из наших... Вот из тех... Кто там у него бывает... Что сказать, Игнатий Тихонович? Что сказать? Что вас присоединили? Ну, к нему я не заходил... Мне как-то скинуть, чтобы я прямо на Виктора-то вышел... Ткнул бы эту, которую мне бы кинули... И я бы вошел к нему... Я с ним говорил, он все данные-то дал... Я говорю, ну тогда... Сделай там, как этот... Как у Сергея Павловича-то... Там нажмешь только, и ты уже у него... Ну, пока нет... Завтра в 16... Завтра в 16.00 по Москве... Подключайтесь, и я вас подсоединю... А где подойдут, а как встречаться-то? Я буду в интернете, и как... Ко мне как-то зайдите... Подтащите меня... А я вас подключу, я вас подключу... Вы в 16.00, чтобы были... На месте подключены... А я вас добавлю... Да... Ну, по-нашему это 8.00 будет... 4.00 от Москвы разница... Ну да, в 20.00, да... А у нас начинается в 16.00... Сколько человек у него там в этом... В сообществе-то? Ну, 12 где-то... Молодец... 22.00... А здесь сколько... 22.00 не бывает... А здесь сколько сегодня? 22.00 не бывает, но подписано... А... А здесь сегодня 18.00... Вот Сергей говорил, чтобы... Ну... Прямо... Живая передача онлайн шла... Мне сразу же пошли ответы... От людей, которые знают... Это очень опасно... Притом не по одному параметру... Они там, говорят, следят за этим... Потому что пока человек не окончил... Они могут уже тебя отрубить... Так что мне никак нельзя приближаться... Пусть кто-нибудь делает... Игнатин Иванович... Игнатин Иванович... Игнатин Иванович... Ничего не слышно... Что, Сергей Павлович, ничего нету? Есть... Так давай... Они сладкие были... Они сладкие были... Эх... Эх... Доложил... Так... Видишь, как она его держит лапами... Эх... Так... Меня слышно... Меня слышно... Слышно... Говорит только шум какой-то... Как будто трактор заехал в комнату... Да я на улице... Вот тут вот к нам... Ирмонах Фоти приезжает... Прокомментируйте, пожалуйста... А как? Русская классика... Эстрадные хиты... Песни на шести языках будут петь... Ирмонах Фоти... Ну что... Раз так он любит... Пускай поет... Только он никак... Чтобы не говорил... Что это... Исполняет он заповедь евангельскую... Монах стоит... Поет чудное мгновение... Когда увидел он ее... Вот этого интересно... Заливается соловьем... А в дамы там... Говорят... Коленки разжать не могут... Еще вопрос... Еще вопрос... Еще нету... Я вот смотрю... У нас идет занятие... По скайпу... И идет переписка... Странно... Что это за занятие... Отвлеченное... Какое-то... То ли сюда... Посмотри... То ли сюда... А что ответ-то простой... Когда кончится занятие... Тогда и... Просчитать... Что они там написали... А кто успевает... И там и здесь... И пускай пишет... Он же свободный... Нам вреда никакого от этого нет... А даже польза... Я многое беру... Из того... Что там переписывается... И в события не обставляю... Очень информативная бывает переписка... Вот когда Евгений там... Шрабко... Наталья оттуда... Да и здесь все такие... Команда хорошая подобралась... Может, лучше сюда... Что вы говорили... Да... Здесь у нас не палатки были... Оксана Сафина... Просит... Чтобы... На начале... С того места... На котором прерывали... На палатах... Про антихриста... Давай... А у меня... По-моему... Прерывали... Про антихриста... Я даже не помню... Что там было... А я не понял... Что с меня... То вы хотите... Взять... Тут у нас были неполадки... В интернете... Я понял... Читал... А потом... Прерывалось... А когда подсоединился... Вы что-то говорили... И... И... Я... Оксана тоже не слышал... Вот... Прерывалось на том месте... Что... Было говорено... Что-то про антихриста... Не говорил про антихриста я... Скинь это все... Даже слово это не поминали мы... Меня спросили про Фотия... Монаха... Иеромонах... Он был монахом... Стал Иеромонах... Не знал я это... Все... Еще раньше... Минут... Минут за десять до этого... Ну... Напомните тогда... Я не встречался с ним... Ну... Скажи тогда... На чем остановиться... И кто остановиться... Я... Я тоже не помню... Это... Это... Про антихриста... Про антихриста... Вообще не было... Слова... Ну... Там что-то... Переписывается... Разговора-то не было... Я же не знаю... Про чего они говорили тут... Всплывает иногда что-то... Я не отвлекаюсь никогда... Я не могу тут... Слова-то не все ясно слышно... По отдельным словам... Которые слышишь... Стараешься восполнить пропущенное... Раньше мы так пропади... Ярлопеси записывали... С пято на десятое... А потом восполняли... Сорок третий стих... Мы не читали... Во всяком случае... Я... Ну что-то другое читал... Я вот на сорок втором остановился... Ну пускай зададут вопрос... Прочитают... У меня нет ничего читать-то... Я должен сейчас закрывать это... Туда идти... Я остановился... Что... Жерновый камень на шею... Бросили его в море... Если кто-то обладнит одного... И из малых... Так же... Если кто... Подаст... Стакан воды... Чашу воды... Во имя Христова... Тоже не потеряет награду свою... Видишь... Как дорого ценится... То, что от Господа... Давай... Продолжай дальше... Братья... Вот... Тут вот... То, что... Писали... Вот... Палатки... Из-за того, что... Лукавому там не понравилось... Плава какие-то хорошие... Как бы... Вот... Вот... И получается, что... Монахи... А вот... Монахи... Тоже... Вот... На нас там нападают... Вот... Нет... Нападают... На нас... Когда... Мы... В кещерке... Там... Сидим себе... Значит... Лукаму это не нравится... Что мы тут сидим... Вот... А на самом деле... Это оказывается... Что... Нападает... Из-за того, что... Господь... Слава ему... Выгоняет... Просто... Монахи... Чтобы они не сидели... В кещерке... Чтобы там плохо... Хуже стало... Чем наружу... Вот... И так вот... Возможно и так... Что не обязательно... Как бы... Отлукавило... Что... Что-то нас там... Весь прорвалась... Может быть... И... Что-то и Бог нам... Слава ему... Показывает... Вот... И... от Марка, глава 43-50-х стихи. Вопросов нет ни у кого час прошел, все молчат. Идем дальше. И если соблазняет тебя рука твоя, стеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угостает. И если нога твоя соблазняет тебя, от чеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть в держану в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угостает. И если глаз твоя соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в царствие божие, нежели с двумя глазами быть в держану в гиену, ломеную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем оссорится, и всякая жертва солью оссорится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Толкование. Будет ли соблазнять тебя нога или рука или око, то есть будет ли соблазняющий или запинающий в деле спасения из числа домашних твоих, или из близких по плоти, отсеки его, то есть отвергни любовь к нему и другу. А червь и огонь, терзающий и грешников, есть совесть каждого и воспоминание о гнусных делах, совершенных всей жизни. Это угрызает, как червь, и жрет, как огонь. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 1 Грифином 3.13 Всякое приношение твое хлебное оставляй солью, и не оставляй жертвы твоей бессонтой завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Левитам 2.13 Толкование. Итак, надо бы нам солить свои жертвы солью Божию, то есть приносить жертвы не чахлые и слабые, но крепкие и здоровые. Солью же Господь называет и апостолов, и вообще тех, которые имеют предохраняющую и вяжущую силу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово учителя, если оно крепко и вязко, удерживая людей от плоских страстей, не дает у них места не выступающему червям. Если же сам учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающей и вяжущей силы, то чем осолится, то есть исправится. Итак, имейте в себе соль, то есть укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть нам в мире между собою, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль, и вот к чему сказаны слова. Имейте мир с ближними своими. И комментарий на слова Блаженного Калакта, Слово поучителя. Главное качество соли предохраняется от гниения и от порчи. Колоссянам 4.6 Слово ваше доходит всегда с благодатью и приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. И это будет только в том случае, если слово, творящее от языка, будет пропитанно Библией. Евангельский язык учителя обеззараживает атмосферу в любом обществе. 2 Коринфянам 2.6 Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? И на это способны только люди исполненной благодати Духа Святого. Благодати проповеди, благодати призывал спасающий парши грешников к ногам Христа. И только за неизмеримо великие грехи, выражающиеся в нарушении библиотеки истин, Бог отнимает учительное слово даже от целой страны. Так случилось при согрешении царя Иоазии, когда он, будучи пораженным, не удалился из города, хотя по закону должен был жить, как и он, но еще далеко от людей. И только за одно это, говорит Иоанн, за того, что в том томе, Бог оснял видение и пророчество от всего Израиля и даже от пророка Исаии. И только в год смерти царя ему был явлен Бог, прописая 6.1. В год смерти царя Озии «Видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». На один этот тип рока Исаии Абратаус гремит на весь Константинополь и на всю вселенную в шесть раз не менее чем часовыми проведями. В этом есть вечный урок, что согрешившие руководители и не уходящие со своего баста парализуют целую страну и своим местонахождением отдаляют от Бога. А страну погружают во мрак. И хотя царь Озия передал бразды правления своему сыну, но он не полностью устранился от людей и имел к ним доступа, а значит мог заражать всех, кто соприкасался с ним. И учительское слово умерло. Не нашлось никого, кто обличил бы его, как Иоанн Креститель и Ирода. Предательское декларация митрополита Сергия Строгородского, беззаконно узурпировавшего власть Церкви Христовой, признакам мертвеца нависает на православной Церковью и ныне. Она должна быть немедленно предана анафеме, как архиеретическое и предательское, как Иудин, плод разбухающий, как повешенный Иуда и не могущий пролезть через церковные врата наружу. Прошло 60 лет того позорного черного дня сентября 1943 года, когда Сталин и его подельник Берия в кавычках благословили на патриарше престол автора декларации была образована антиканоничная структура московской патриархии. Которая выпистывала собой тип советского священника, треба, исполнителя и молчальника. А сама церковь получила название Великой Молчальницей. Власти сумели заставить вступить в церковь во все ереси коммунистического движения к эту предничью церкви антикриста. Сатанинское богоизвержение извержение сатанинское богоборческое власть не боится богослужения и служителей культа. Но под страхом извержения и сана и заключения в тюрьму запретила живое снова вопроса. Нет семени, нет произрастания и не будет жатвы. Иеремия 8.20 Расшла жатва, кончилось лето, а мы здесь спасены. 1 Карифонам 9.16 Ибо если я благовестую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне. Если не благовестую, дьявол бдительно наблюдает за тем, чтобы не было рождения Христа и христиан. Откровение 12.4 Дракон сей стал предженою, которой нам лежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вопросы? Глава 10.1 по 9 Отправившись оттуда приходит пределом приходит пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили из куша его, позволительно ли разводиться мужу с женой. он сказал ему ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали это. Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал ему ответ, по жестокосердию вашему написал вам Сиезапрый в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут два одною плотио. Так что они уже не двое, но одна плотио. И так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Толкование. Он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в праведелы иудейские, чтобы оказать пользу незлобимому народу, когда так, как Иерусалим по лукавству иудеев был средоточен всякой злобой. И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпяш, чтобы наоборот уверовал в Него, но всякий раз приступая к минусным верениям поставить его в затруднение и ускусить его своими вопросами. Они предлагают ему такой вопрос, как представил его между двух пропастей. Позволительно ли говорить человеку отпускать от себя жену? Ибо скажет ли он, что это позволительно, и скажет, что не позволительно, во всяком случае, они думали обвинить его противоречи языком Моисееву. Но Христос, премудрость самоносущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что заповедал им Моисей. А когда они отвечали, что Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. Моисей, говорит он, не был так немилостив, чтобы вам дать такой закон, но он написал это по причине вашего жестокосердия. Знаешь, из-за человечея еврея, такое, что муж, не возлюбившись жену, легко мог бы убить ее, Моисей дозволил муж, отбирать жену нелюбимую. Но изначало не так было. Бог сочетает два лица союзного супружеского так, что они составляют одно, составляют даже своих родителей. Ох, не дозволяет многобрачия так, чтобы одну жену можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту оставить, это считаться сыною. Если бы это было Богу угодно, то он создал бы мужа одного, а жен многих. Вопросы? Но на сегодняшний день, если применить, в тогдашнее время позволялось давать разводные письма, Моисеев издался закон из-за жестокосердия иудеев. жестокосердия заключалась в том, что они неугодную жен убивали. Сегодня никто никого не убивает, надоела она, обрыгла, развелся, взял другую в благословение священника, венчают жены вторые, третьи, браки, четвертые, неважно. Никакого жестокосердия нету. Причин для развода двенадцать уже сегодня есть такая как она называется вместо одной концепция какая-то семейная или что-то сейчас будет осталось. В общем, в каких аспектах церковного брака документ. Да, документ, канонический концепт, 12 причин, по которой можно оставить жену. А какая причина такой концепт состоит? брака твоего. Ну, или они сами составители прелюбодеи и так вот и мыслят по-прелюбодейски. Оставил он внуки, взял другую и что-то противоевангельского нету. Но разлюбили или как там какие еще причины. Зачем мучиться жить в нелюбви вот она вышла замуж а потом поняла, что не любят все, не сошлись характерами. Разволятся. Тогда понятна причина. Развивное письмо убивали. Конечно, чтоб не убивали, пусть как-то из двух зол меньше, пусть тогда развод. Причем документы на главной письмо документ зачем, кому этот нужен был документ жене, для чего этот документ она с этим документом Прошу прощения, ты же раньше, чуть-чуть раньше причину указал, что болезнь сергианства, то есть полностью подчинение миру сему вот и все, вот ответ то есть подражание миру, то есть в мире это не считается зазорным, церковь обращена и поэтому в церковь эта зараза пролезла и теперь и священники всех убеждают, ну ничего страшного, повенчаешься, развенчаешься и даже торгуют этими развенчательными справками. Все равно у людей как бы ну совесть-то подсказывает, что это нехорошо повенчаться с одной, потом повенчался со второй, а чтобы со второй повенчаться, то стоит надо развенчаться, а нету такого ничего в Писании во всяком случае. И здесь вот мы считаем, Бог сочетал того, человек да, не разлучает, а попы разлучают, причем искусно так все это приукрашивая, институт семьи нарушается, да, причина, да, может быть, Сергея Астер, декларация, что-то Сталин, империя, подражаниями. Я где-то в интернете слышала такое извлечение, грех вошел в моду, вот так и есть, и уже попы в эту моду влились. Да, да, и до какого безумия эта модель прошла, что уже и однополые браки венчаются в церквях, в кавычках церквях по-кавычках. Сергей, мы говорим о свободе от греха, а мир проповедует свободу греха, понимаешь? Совершенно разное это направление. Свободу греху. Грех должен быть, ну, как говорится, в рамках каких-то, но ему свободу дать. Вот концепция мира. Оправдать любое беззаконие. Этому в семинариях и сегодня и учат священников. из 12 причин. Человек захотел разводиться, ему 12 причин. Он из нас обязательно какую-то найдет и оправдает свое прелюбовление. Очень удобно. Вот на западе там они же объявляли, что какая страна не будет сексуальное меньшинство принимать. Мы будем санкции вводить против этой страны. Даже уже о странах говорится. то есть все идет конечно к тому, что это к концу света понятно. то, что мы видим, это и церковь она собственно говоря сейчас от мира ты ее не отличишь практически. Почему баптисты там люди уходят из церкви? Потому что они видят все это, ищут что-то другое, не находят короче вот лицо церкви это уже испоганили так, что его не видать что это Христово лицо что-то Говорят правильно, но только надо маленько центр тяжести переместить. И сергианство. Всё правильно, говорит. Но главное это, на человека верующего, если он ученик Христова, это не влияет. Сергианство, там социализм, фашизм, он остаётся тот же самый. Верующий в Сына Божия не может грешить, если считать второй, третий брак грех. Я просто могу сказать, что заряди, видимо это и есть в интернете, Яна Амоса Каменского, ярмарка суеты. Когда умирает жена и дальше что получается. А он отец мировой педагогики, это не просто так. Если человек верующий, ему это не надо ничего. Закон написан не для праведников, а для грешников. И поэтому нам смотреть на мирские законы, есть они, нет, у нас это совершенно не касается. Говорят, вы отрицаете конституцию, я говорю, в пределах, которые она себе назначила. Если она следует словам Господа, я её, даже не думая, выполняю. А если она нет, значит ничего нет. Раньше, когда при советской власти было, спрашивали, что вам не нравится в советской власти. Я говорю, а кто сказал, что не нравится? Но вам она как мешает? Я говорю, а кто сказал, что она мешает? Вы по кому меряете? Вы разговариваете с верующим. Я вам определенно говорю, мне советская власть никогда не запрещала поститься. Поверьте. Она никогда не запрещала мне молиться дома. Если храма-то нет, куда пойдёшь-то? Она не запрещала мне творить милостыню щедро. Мой заработок, я его и отдаю. А этого достаточно для спасения? Вполне. А где-нибудь крадущий-то я священника найду, прищащусь. И всё. Надо научиться смотреть по той графе, которую Бог оставил. Верующий в меня не может грешить. Не может. То есть какая бы власть ни была, не в этом дело. Мир, стихия, другая концепция. Всё правильно, но не в этом дело-то. Дело в том, что нет Христа с человеком. И придём с Отцом, и обитель у Него сотворим. Вы храм Бога Живого. Не то, что в храме сейчас они делают и торгуют. Вот это, когда мы на практике, не задумываясь об этом, исполняем. Не так, что я храм Божий сегодня буду думать. И думать не надо, потому что ты уярвал, Христос вошёл Духом Святым. Вот мне программисты стали писать. Я беседовал вчера, позавчера, с Виталием Калиниковым. Он говорил там, чтобы онлайн-передача была. И говорят, вот сколько раз он говорит, а вы стоите на своём. А как вы узнали это? Я говорю, я вообще ничего не знаю. Слово «знаю» меня не касается. А как вы узнали что-то там вредное? Никак не узнал я. Я просто молился и всё. И мне на сердце Бог положил. Никакой грамоты у меня нету по компьютерам. А сейчас даже люди звонят и радуются. Вы не понимаете, какой беды избежали. Мне нельзя лишний раз моргнуть. Потому что 12900 роликов в интернете нет больше такого, по всей вероятности. Прямо не чужие ролики, а наши. И мне зачем что-то придумать где-то? Веди себя тихо и кротко, по слову Божию. А бывают замечания очень крепкие. Вот сейчас последнее было. Я заснял, как приехали покупать маркетаны. Забой бычка у Андрея Устинова купили. Как они выводят его, как колют, как разделывают, взвешивают и уезжают. Всё можно делать. Как пасётся, можно. Как поймали, можно. Как его привязали, можно. И дальше показывать, как разделывают. Но вот когда втыкал нож, и кровь потекла, вот это нельзя. Я стал думать, почему страх смерти. Смерть-то тут наступает. А у него как идут судороги. Он молоденький. Как у него трудно выходит. Я смотрел, в чеченстве зарезали. Молодой крепкий парень. Уже голова почти отрезана. Оно ещё вздрагивает, дёргается. Это живое. Всё понятно. И они предупреждение там выносят и что-то. Я доказываю, что я ничего не сделал. Вы едите мясо, я не ем. А для чего сделали? Я для того сделал, чтобы люди жалели животных-то. Там у нас одна держала этих гусей. Я ей говорю, знаешь, я твоих гусей это совращал нынче. А как? Я им говорил, гуси, учитесь летать. Вот полетят дикие гуси-то. Присоединяйтесь с ним и летите. Иначе вам голову поотрубают всем. Ну, посмеялись-то и всё. Я за чего говорю это? А бояться как бояться? Исаака приносили в жертву. И он видел, как барана-отец взял, не сказал, сынок, отвернись. Я нож в отмно, потом повернись. Это игра. Игра. Кто говорил отвергаться? Вот сейчас в Керчь он их расстрелял. Надо научиться смотреть жизнь так, как она есть, и правильный вывод сделать. Поэтому я молился, а ничего не знаю. И, конечно, я ещё более утвердился, потому что мне писали и программисты, и очень знатные люди. Наш разговор тут прослушали, мы во дворе беседовали. Мне никак нельзя говорить. А хотите проверить, говорит, откройте второй канал, чтобы вам открыли. И на него тогда это всё перекинете. Ещё запретят, да только делов там, ещё у вас нету. А кроме того, и видите, как тяга плохая. Поэтому, когда разговор зайдёт о жёнах, там, первая, вторая, третья, ещё человек не знает. Первая, вторая, третья. Он Бога-то не знает. И это не то, что двенадцать причин, дали разрешение и то другое. Да, это плохо, что дали официально. Главное, что люди не знают. А когда узнали, он не будет ничего брать, он вообще жениться не будет. Ну, я говорю там, этот, Спиридон-то, Кисляков. Миссионер в Бурятии был. Он, когда ламы сидели перед ним, я повторяюсь, может, кто-то слышал. И он им говорил о Христе, о жизни, в Боге какой. И они очень грамотные. И ломают, как священник встал и говорит, дорогой, ты вот всё рассказал. Мы верим в этому. Вот если бы все люди верили, как мы, могли бы люди спать спокойно. Никто не ворует. А если бы стали верить, как вы, они бы вообще перестали спать. Они бы день и ночь Бога слабили. Но почему, когда железной дороги не было, жёны были с нами, дети послушные. Сейчас наши жёны болеют какими-то странными болезнями. Носы проваливаются. Дети не слушаются. Вы говорите о Христе, о жизни. У вас рот в крови, рот в крови. Он говорит, я кое-как поднялся. У него сухарей два мешка там с собой. И не мог залезть и на коня. До леса дошёл, упал. И до глубокой ночи лежал и рыдал. Плакал и плакал. Вот наша христианская жизнь. Это говорят буддисты. А какая власть, это не имеет значения. А потом он, когда понял, военным был полковым священником и принёс покаяние. Я обманывал, людей на убой вёл. Я обманщик. Я убийца. Вот это всё. Ну, насчитал тут Никита у нас был, Колесников. Насчитал. Сумасшедший офицер там, исповедь его. Вера. Всё остальное не имеет значения. Ни с какой. Вот заметьте. Давайте скажем себе. Кого преследует больше всего сатана? Который его и он и преследует. Я могу определённо, чётко сказать. В интернете почти нету такого канала, чтобы так нападали, как на меня. Почему? Потому что оттягиваем силы оттуда. На меня это никак не действует. Они сплетают награду. Радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Меня гнали, будут гнать и вас. Они-то не понимают. Я каждый день за них молюсь, благодарю Бога. И не могу сдержать улыбки. Ролики на меня выставляют. Там священники, дьяконы, там лжемиссионер, лжепроповедник. А ничего у них нету, я знаю. Они умирают от зависти. Я один не обедаю никогда почти. Со мной друзья. Вот видите, идут у нас занятия. У них ничего нету. Так мы знаем, с нами на этих занятиях и блаженный Афиапилакт, и Англотаус. Они с нами. Мы никуда не уклоняемся. Если. Вот и ответ весь. Самое главное. Не знают меня. Люди забыли Бога. Отсюда все, как старая еще была поговорка в России. Солженицын, я на Нобелевскую премию получал, сказал. Главное людям дать познание Бога. А рождение свыше. И поэтому 20-30 разводов там и мне не касается. Хорошо остаться одному. Остался без жены. Нищей жены. Это прямой призыв. В раю было нехорошо человеку одному быть. А уже вновь Павел говорит, хорошо ему оставаться, хорошо переименованно. Венчают, когда читают то, а это никогда не считают. Ни баптисты, никто. Они полнотают. Значит, утаивают умышленно или не знают. Повторяю. Гитлер ненавидел только одних верующих. Они называются Бибельфорши, исследователи Библии, свидетели Еговы. И здесь гнали, сажали подряд всех, только свидетели Еговы. Почему? Они твердо стоят в своем учении. И они непрерывно несут людям благую весть. Воевать нельзя. Адвентисты согласились, воевали на стороне Гитлера, на стороне Сталина. Из них ни один не пошел. Поэтому их сметали с лица земли. Но что интересно, говорят, задача была у Гитлера уничтожить. Ну, коммунисты-то само собой. Евреев и цыган. И вот этих еговистов. Самый малый процент погибших было только у них. А остальные там миллионами гибли. Еще одно показано. Так это они истину еще не проповедовали. Они вообще Христа-то считают, анхангел Михаил. Вот весь ответ. Люди забыли Бога. Забыли Библию. Забыли Христа. Они не знают. Православие тяжело больно. И когда начинаешь поистине говорить, они говорят, что ты говоришь Библию? Что мы хвататься за нее? Мы же не баптисты. Вот и весь ответ. Другого ответа не может быть. И на суде Божьем верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неразведенный, неженатый верующий. А это какой статус будет, не имеет значения. А неверующий Богу представляет его лживым Бога. Ой-ой-ой. Причина только одна. Первое, родиться свыше. И второе, быть водимым Духом Божиим. Водительство, стяжание Духа Святого, как Серафим выразился. Вот это все. А какой строй, какие священники, какие они решения принимают, вопреки Евангелии, они нас не касаются. Не касаются. Я тверд. Испытай меня, Господи. Выйду чист, как золото. О чем Евговорил. Переплавь меня. И то, что бывает, человека обвинили как-то в чем-то, он запомирал. А мне никакой нужды нет. Почему? Меня десятки раз Бог перетер, нашинковал на мелкое. Вот поносят, говорят, там подают, там ролики. На меня никак не действует. Никак. Я только усиливаю за них молиться, за этих людей. Прости им, Господи, их безумие. Они не знают, что творят. Судный день непоминимый этого, Господи. На меня не действует. А другому одно слово сказали. Они даже, видя, как меня поносят, и стоят рядом, дрожат. Почему? Опыта нету. Бог народ свой переплавляет. Переливает из сосуда в сосуд. Как Иосиф по плену отошел. Помолимся, повлагодарим Бога. Дарственная стекла и стена, блажитеся Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную. Отец наш небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим величием, осознавая Свою немощь. Благодарим Тебя за эти часы мирной жизни. Научи нас ценить это. И приготовь землю к великим и грозным страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Даруй духовное рождение и патриарху, и епископам, священникам, пастве и правителям. Научи нас смиряться перед Словом Твоим, которое будет судить нас на страшном судище Божием. Распусти нас миром. И Ты, да знаешь, Господи, нужду каждого в чем, дабы родственники познали Тебя, сбившись с пути, и все еретики познали святую, истинную, настоящую православную веру евангельскую. Тебе Божья слава, Тебе хвала, Тебе счастье поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом. Аминь. 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 Продолжение следует...